Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Поговорим сегодня о том, как справляться с травмами и болезненными состояниями. То есть, когда у человека возникает боль, это сигнал о том, что что-то идет не так. Но бывает такое, что просто повредили, например, травмировали руку, ногу, где-то ударились, или порез, ушиб, что-то в этом роде. То есть, бывает у человека возникает какое-то заболевание, он даже не знает, что это такое. То есть, просто какое-то недомогание, и человеку нужна помощь. Что в первую очередь возникает? Выпить таблетку, идти к врачу. То есть, ну, можно сказать, нам так внушили многим, да, что первоначально мы хотим убрать симптомы, то есть, избавиться от этой боли, неприятных ощущений, и обратиться к специалисту, который якобы знает лучше нас, что нужно. То есть, что нужно для того, чтобы улучшить наше состояние, и чтобы мы могли, ну, скажем так, чувствовать себя здоровыми и счастливыми. Но мы зачастую не используем, не прибегаем к тем методам, которые есть у нас, которые мы сами могли бы использовать для того, чтобы улучшить состояние. А эти методы довольно простые, то есть, это не что-то такое, что нужно, там, выдумывать или придумывать. Это простые методики, которые позволяют человеку улучшить свое состояние здесь и сейчас. Например, есть методы ассистов, то есть, английского это помощь. Что представляет собой этот процесс? Он помогает человеку вновь воспроизвести ту ситуацию, которая была у него. Если доступно место, ну, допустим, вы ударили ногу, да, там, у вас она болит. Если доступно место, где вот это произошло, да, то есть, вы не ушли оттуда, то важно это движение, которое вы делали при ударе ногой, воспроизвести и повторить. То есть, понятно, что не биться ногой, там, к примеру, там, о дерево или стену, а просто воспроизвести это действие, вот, настолько, как бы, насколько вы можете это, да. Но, опять же, такое легко, да, то есть, просто повторяя его. То есть, без удара, а просто воспроизведя, то есть, повторяя само движение, как оно осуществлялось. И когда вы это сделаете, в какой-то момент боль может усилиться, то есть, она усиливается, достигает какого-то пика, потом происходит, как бы, такая трансформация этой боли, и она уходит. И вы вновь чувствуете, что у вас состояние улучшилось, и больше этой боли нет. То есть, вы чувствуете, что здесь это прошло. То есть, и за счет чего это работает? За счет воспроизведения, как есть. Потому что, если мы это повторяем, то есть, происходит точная копия, это уходит. Точно так же это работает в процессинге. Если, допустим, место недоступно, то вы можете это сделать в своем уме. То есть, что вы делаете? Вы воспроизводите этот процесс в своем уме, воспроизводите то, как произошла эта травма. И когда вы это сделаете, соответственно, опять же, это состояние восстановится. То есть, имеется в виду, боль уйдет. Воспроизведение в уме, это как перепроживание этого случая. То есть, когда вы вновь ощущаете эту пуль, она происходит, ее усиление. То есть, вы как бы соприкасаетесь с ней. Она усиливается. И за счет этого вы чувствуете, что она уходит. То есть, важно не сопротивляться ей, не пытаться ее подавить. А дать ей возможность выйти. То есть, за счет воспроизведения она уходит. Попробуйте применить эти простые методики. На самом деле, когда с вами есть другой человек, он может помочь вам пройти через этот случай. То есть, помочь вам провести через него. Точно так же я и делаю с людьми. То есть, я помогаю им пройти через этот случай, чтобы они этот заряд смогли воспринять как есть. И таким образом повышается ваша осознанность. И вы справляетесь с болью без таблеток. То есть, вам не нужно обращаться к врачу и пить какие-то обезболивающие. Вы можете справиться с этим осознанно. Также, например, если у вас есть какой-то боль в теле, но это не была травма, просто какое-то ухудшение состояния. Другой человек может с вами сделать такой процесс, который относится к категории ассистов, помощи. То есть, вы ложитесь, а другой человек прикасается пальцем, говорит, почувствую палец и прикасается к определенной части тела. И таким образом, когда вы почувствовали, вы говорите, я почувствовал, да. Ну, то есть, даете себе значение, говорит, спасибо. И так проходится по всему телу. Сначала передняя сторона тела, потом задняя часть тела, сторона. И самое главное, соблюдать баланс. То есть, правой и левой части. То есть, если прикоснулись к левой, значит и к правой. И таким образом, вы проходите по всем частям тела, по всем нервным окончаниям. Доходите до кончиков пальцев рук, ног. Вот. И таким образом происходит гармонизация энергии тела. То есть, вот. И энергия начинает течь легко. То есть, там, где был застой, энергия вновь начинает течь легко. И вы чувствуете, что тело как бы расслабляется. И уходят вот эти зажимы, которые были в теле. Попробуйте эту методику. И я уверен, что она поможет вам, опять же таки, восстановить баланс в теле. И дать возможность уйти тем энергетическим зажимам, которые мешают вам. Вот. Есть также практики, которые можно делать самостоятельно. Да. Опять же таки, самостоятельно вы в основном делаете те практики, которые связаны с духовным преобразванием. То есть, с умственным преобразванием. А если, например, необходимы какие-то прикосновения, действия, то лучше же это сделать с другим человеком, чтобы он помогал вам. То есть, объединившись в паре, вы таким образом можете помочь другому человеку, а он вам. И это будет такой обмен. То есть, важно, чтобы был обмен. То есть, в одну сторону в другую, в одну сторону в другую. То есть, вы меняетесь. Сначала один ведущий, потом другой ведущий. Вот. Давайте сейчас сделаем небольшую практику. Опять же, посмотрим, как это работает. Вот. То есть, сядьте в удобном месте, закройте ваши глаза, создайте пространство для сессии с помощью своего намерения. И дальше ощутите себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Почувствуйте, если у вас есть какие-то болезненные ощущения в теле, где-то что-то болит, какое-то неприятное ощущение, посмотрите, где оно находится, соединитесь с ним, то есть, сконцентрируйтесь. И не подавляя его, наоборот, дайте ему проявиться. И посмотрите, что это, откуда оно происходит. Оно вам покажет это. То есть, покажет, что это за чувство, откуда оно идет. И дальше, опять же-таки, не подавляя его, отдавая ему возможность выйти, дайте ему команду отправиться в тот инцидент, откуда оно произошло, откуда оно идет. Вот. И перепрожить его. То есть, таким образом, наступает воспроизведение, как есть. То есть, точная копия. И когда вы сможете в точности воспроизвести это в вашем сознании, когда это ощущение воспроизведет то, как оно появилось на свет, оно исчезнет. Вот. И поэтому вы отправляете его в момент там, где оно было создано, там, откуда оно появилось. Вот. То есть, отправляете его в этот момент создания, откуда оно пришло. И когда вы помогаете ему, как бы идете вместе с ним и проводите его через это, помогая ему пройти, потому что ему тоже может быть сложно пройти через это, откуда пошло это. И тогда, когда оно прошло, то есть, может быть, понадобится один, второй, третий раз пройти. Когда вы почувствуете, что оно прошло, начнется избавление. То есть, опять же, может сначала усилиться ощущение, а потом постепенно уменьшится и полностью пройти. То есть, обязательно завершайте на победе, когда у вас прошли негативные ощущения, вы почувствовали спокойствие, радость, почувствовали, что наступило освобождение. Вот. На этом можно закончить сессию и наполнить пространство любовью, золотистой энергией любви, осознанности счастья. Если что-то не получается, например, не можете справиться с какой-то болью, есть какие-то неприятные ощущения, которые не проходят, то пишите мне. Мы сделаем бесплатную консультацию, пишите мне в личные сообщения в любой соцсети Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, ВКонтакте. Все мои контакты будут указаны в описании к этому видео. И также добавляйте, друзья, будете читать мои новые посты и, если необходимо, задавать вопросы. Вот. И, конечно же, самое главное – это применение практики на ежедневной основе. Пишите ваши комментарии, как у вас получается ее применять. Я буду рад обратной связи. Если это видео вам было полезным, понравилось, то ставьте палец вверх. Нравится? Включайте колокольчик. Это напоминание о новых видео. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно, пишите ваши комментарии. Поделитесь этим видео с вашими друзьями. Вот. И посмотрите эти видео, которые сейчас появятся на вашем экране. Они тоже о процессинге счастья и помогают лучше понять себя. Мои две книги, которые я написал в описании к этому видео, вы сможете их скачать, прочитать и использовать себе в обладе. Я вам желаю счастья, исцеления, гармонии. А мы увидимся с вами скоро, завтра, в следующем видео. До скорой встречи.